Подготовка к сессии началась в начале учебного года. Студенты должны были представить свое видение развития нашего города на ближайшие десятилетия. Молодые люди подготовили 12 работ, затем прошли обсуждения, результатом которых стали три доклада, которые на конференции представили членам жюри. Руководитель ВУЗа Анна Сироткина рассказала о том, как шли стратегические сессии в НИЯУМИФИ в Москве. В результате обсуждений появились краткосрочные курсы и мобильные практики для студентов. Совершенно не обязательно покупать дорогостоящие оборудования в каждом из филиалов. Можно просто группу студентов отправить туда, где это оборудование уже закуплено. И несколько наших групп уже посетили Треугорный, и мы также встречали команды Треугорного. Впереди у нас мобильные практики в Волгодонске, в уникальном совершенно ресурсном центре, где есть практически работающий реактор. Своё видение будущего города представил студент третьего курса Игорь Капунов. Вместе с партнерами по команде он объяснил, как должна измениться инфраструктура Сарова, какие разработки нужно внедрить, как будет развиваться городская среда. Больше всего вопросов у молодых людей вызвала медицина. Основное, что хотелось бы, часто приходится обращаться за медицинской помощью, например, в Нижний Новгород или в Розамас, чтобы у нас именно в городе здравоохранение вышло на новый уровень. Вот это больше всего бы хотелось. Работа шла с использованием максимального количества источников информации. Студенты опрашивали горожан, изучали стратегию развития Нижегородской области. Дмитрий Сёгин рассказал, каким он видит город в 2035 году. Это будет большой научный город. Город с максимальным удобством и комфортом. Также здесь сохранится духовное и культурное наследие. Прежде всего, Саров – это и духовный город, не только научный. Расстановка приоритетов и создание стратегии – это серьёзные вопросы, которые требуют больших знаний и опыта. Студенты Сарфатии сделали в этом направлении свои первые шаги. Однако многое из предложенного ими можно внедрить уже сегодня.